что такое поручительство сегодня тема нашего выпуска что такое поручительство с вами я адвокат антон лебедев и так начнем поручительство является одним из способов обеспечения обязательств согласно статье 329 гражданского кодекса по этой причине поручительство достаточно часто используется банками для обеспечения исполнения обязательств по возврату кредитов используется поручительство и в предпринимательской деятельности по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части договор поручительства может быть заключен в обеспечении как денежных так и не денежных обязательств, а также в обеспечении обязательства, которое возникает в будущем. Согласно статье 361 Гражданского кодекса. Поручитель – это лицо, принявшее на себя солидарную, равную или общую, или субсидиарную, дополнительную с заемщиком ответственность за исполнение обязательств должнику. Должник – это гражданин или юридическое лицо, обязанное по исполнению обязательства совершить определенное действие или воздержаться от совершения действия. Кредитор – это физическое или юридическое лицо, один из участников гражданского правоотношения, обязательства, который в этом обязательстве имеет право потребовать от другого участника такого правоотношения, должника-заемщика, определенного поведения. Согласно статьям 323 и 326 Гражданского кодекса, при солидарной ответственности кредитор на основании договора кредитного или поручительства вправе требовать в досудебном порядке возврата долга в равной степени от заемщика и от поручителя, так и от любого из них в отдельности. Если ответственность субсидиарная, то кредитор сначала должен предъявить требование о возврате долга к заемщику и только затем, если последний не в силах расплатиться с кредитором, требование может быть предъявлено к поручителю, согласно статье 399 Гражданского кодекса РФ. По своей сути, поручитель является лицом, которому может быть предъявлено требование исполнить обязательства должника, как одновременно с должником, так и отдельно от должника. Однако требование может быть предъявлено только в связи с неисполнением должником своих обязательств перед кредитором. Наиболее острые вопросы поручительства встают тогда, когда должник уже не справился с обязательством и требование предъявлено поручителем. Ранее шли споры о том, возможно ли заключение договора поручительства до того момента, как возникло основное обязательство. Спором об этом положили конец изменения в статье 361 Гражданского кодекса. Такое возникновение договора поручительства возможно. Разумеется, не существует каких-либо хитрых заклинаний для избавления от поручительства, но кое-что можно сделать. Тема прекращения поручительства рассматривается в другом нашем выпуске под названием «Прекращение договора поручительства». Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok